Кирилл Игнать снял жилетку, оставшись в одной сорочке, приблизился к Белому. — Последняя партия, ваше слово. Белый кивнул на деньги. — Двадцать тысяч и петушок. — Что, не понял купец? — То есть вы хотите... В зале зашумели. — Бильярд можно было играть либо на деньги, либо на интерес, то есть на кукареканье из-под стола, которое в народе называлось на петушка, чтобы все сразу, и деньги потерять, и честь. — Такого не бывало, — Мечевин молчал, и только тяжело втягивал в себя густой жаркий воздух. — Белый, не отрываясь, — смотрел купцу прямо в глаза, словно говорил. — Отказывайтесь. Честь, конечно, потеряете, то деньги сохраните. Кирилл Игнать вытер пот с лица и проговорил. — Пусть будет, по-вашему. — И деньги, и петушок, разыгрываем, естественно. — Позвольте примазаться. Николаев Иванович Роганов хлопнул пропонуя ладонь и встал рядом с Белым. — Извольте. И без того, неширокие глаза Мечурина теперь вовсе превратились в щелочки. Может, еще кто желает? Вывел из строя, но не приняли сторону купца. Пятнадцать шаров сложили в виде пирамидки с основанием к короткому борту с помощью треугольника. Белый кашлял и жестом предложил Мечурину бить первым. Кирилл Игнатьевич сделал шаг в сторону, оказалось поблизости от полицмейстра. В этот самый момент, перед самым ударом, в Киселеву быстро проблался Анисим Ильич и неожиданно громко произнес. — Ваше превосходительство. — Необходимо ваше распоряжение, чтобы мне завтра с утра выделили сдюжину околочных и солдат для поимки штабс-капитана Индуро. Кнутов говорил быстро, что, удивленный, Киселев не мог даже слово вставить в плотную речь подчиненного. — Мы уже точно знаем, где он скрывается. Завтра с рассветом блокируем все подходы к докам и казармам, но после начнем прочесывание, думаю, часа за три справимся. — Однако, начал было полицмейстер, но в этот момент Кирилл Ильич ударил по шару. Раздался шорох неодобрения. Виток ртанулся елой на месте, слегка поменял траекторию, но задний убор так и не коснулся. Последнюю партию должен был начинать титулярный советник. — Господин следователь, — Киселев отвел подчиненного в сторону, — что вы тут мололи, что из-за ерунду несли? — Вы какие сутки не можете найти эндуро, а тут кого черта вообще здесь сделаете? Мне помнится, вы терпеть не можете бильярдом. — Простите ваше превосходительство, — шепотом торопливо заговорил Кнутов, — но я смогу ответить чуть позже. — Очень прошу, досмотрим игру. Поверьте, она того стоит. Если Олег Ларимович вас о чем-то спросит, умоляю, говорить, что так — да, или что-то в этом роде. Поверьте, это в ваших интересах. — Что за чуть не вспылил Киселев? Но Кнутов смотрел в другую сторону и на стол на советника. Партия приближалась к концу. Белый отогнал свои к короткому ворту, дал возможность отыграться противнику. Кирилл Игнатьевич оценил обстановку. На столе остались только крупные шары. Двойка была последней из маленьких. Пищурин взял мелок, помазал им ки и клонился над столом. Белый неожиданно кашлял. — Я бы не советовал бить двойку. — Отчего же, — Кирилл Игнатьевич в удивлении приподнял кусты и брови на соперника. — Есть угроза проигрыша, — пояснил Олег Владимирович. Купец усмехнулся и снова склонился над столом. Владимир Сергеевич не успел заметить, как удавился Кнутов, зато появление телеграфного служащего он увидел первым. Сухая, тонкая фигура почтового чиновника весьма стремительно пробилась к Белому и протянула телеграфную ленту. — Вот вам ответ с Хабаровска. Там просьба сообщить, когда вы приедете к ним, и могут для них самостоятельно заняться подводами. Простите, что потревожил, но там стоит знак срочности, а по всему обязан ответить департамент полиции края незамедлительно. Белый выхватил ленту из рук почтового служащего, пробежал по ней взглядом. — Дайте иди пешу, пусть ждут моего возвращения. — Слушаюсь. Телеграфно мелко кивнул и скрылся. Советник обернулся к сопернику. — Кирилл Игнатьевич. Взгляд Киселева остановился на Мичурине. Шея купца неестественно побогровела, словно переспелая слива. Рука, лежащая настре, задрожала. Дыхание стало тяжелым, прерывистым, и пот. Обильный пот уросил лицо и шею первого купца губернии. — С чего бы это? — успел лишь удивиться полицмейстер. — Как Мичурин силой ударил по шару с цифрой два на боку? Шар, получив сильный толчок, сорвался с места, набрал скорость, перескочил через борз стола, со стуком упав на деревянный пол, откатившись к ногам зрителей. Все, партия была сыграна. Кирилл Игнать с силой швырнул киев на стол, схватил френч, вынул из кармана деньги. Не считая бросить их на стол, собрался уж покинуть помещение, как на его пути выросла фигура соперник по игре. Мичурин с недоумением посмотрел на молодого человека. — Петушок! — тихо напомнил Белый. Купец с ненавистью прищурился. Первым желанием было свернуть кукиш, сунуть его под нос сопляку. Намал, выкуси! Но кругом стояли солидные люди. И сам он себя считал таковым. А подобная выходка била по репутации. — Я думаю, это была шутка, молодой человек! — нашел себе силы. Спокойно произнести Кирилл Игнатьевич. — Деньги из лихвой на столе. Он пытался сделать шаг в сторону, но Белый стоял перед ним. — Петушок! — Мичурин приблизился к противнику. — Ты что, сучонок, одними губами, чтобы никто, кроме противника, не услышал, — прошептал купец. — Хочешь меня унизить? — По полу раздереть. — Смотри, не дарвись. — А это, — так же тихо прошептал Белый, — это когда ты прокукарекаешь. Лезь под стол, начи, пока силы не засунули. Они стояли друг против друга минуты две. Все ждали. Ни единая душа не покинула помещение. — А как же? — Под стол на всеобщее посмешище буду засовывать самого Кирилла Игнатьевича. Купец не выдержал. Со слезами на глазах он рухнул на колени и пополз под стол. Далее Владимир Сергеевич смотреть не стал. Он схватил сопротивляющийся кнутого за рукав и потащил вон из бельярной. Андрей Николаевич Власиев сидел у губернатора в гостиной и, приняв чарку во здравие государя, закусывал, чем Бог послал. Ел полковник быстро и заразительно. Так что Алексею Дмитриевичу, недавно отужинавшему, вдруг захотелось и балыка, и рыбки жареные, и грибочков. Ну-с, как моя хозяюшка растаралась. — Замечательно! — с набитым ртом произнес полковник. — Я, конечно, прошу прощения, но сами поймите, сутки без горячей пищи. Это с моим желудком, так что признателен. Очень даже. — Вот и хорошо! — губернатор встал, прикрыл дверь и снова вернулся гостю. — Так количество боксеров увеличивается? — Совершенно верно. Конечно, не десять тысяч, но восемь будет. Сейчас они подтягивают орудия. Думаю, наступление не сегодня, а завтра. — А мы не станем ждать. Сегодня ночью высаживаем вам подкрепление. Возле них отстанет неожиданностью. Но это еще не все. Из Приморья к вам идет Алексей Алексеевич. Сутки через двое ждите. — Как? — с удивлением приподнялся гость. — Сам князь? — Совершенно верно. В восстанию боксеров выделено очень много внимания. Ничего удивительного в том, что член с ЕМИ вместе с дивизией желает лично посетить место событий. — Ну, в таком случае победа нам обеспечена, — полковник поднял бокал. — За нее! За нашу будущую победу! Алексей Дмитриевич пригубил чуть-чуть водки и поставил рюмку на стол. — Андрей Николаевич, придется вышеуказанную миссию, о которой мы с вами недавно речь вели, провести незамедлительно. Я собираюсь показать его сиятельству те места, где похозяйничали китайцы, что в будущем должно обслужить весомым аргументом для окончательного решения по пересмотру Айгуньского договора. — Согласен, когда назначим инспекцию, в самое ближайшее время. Так что готовьтесь. Селезнев сидел за раскидистым кустом смородины, которую какой-то чудак посадил прямо на перекрестке Большой Невельской улицы, первую из которых вела к докам, вторая — к казармам. Харитон Денисович и двоих околоточных лично Кнутов проинструктировал о том, что ночью может появиться слуга Мичурина. Даже время ориентировочно звал. Но младший следователь и полицейские, на всякий случай, прибыли на место заранее. Околоточных сыщик поставил в наблюдение на обоих направлениях с приказом внимательно следить за всяким движением. Сам же Харитон Денисович спрятался за куст и теперь вовсю тер свое тело со всех сторон, потому что оно вмиг стало лакомо-объектом для злых древневосточных комаров. — Вот ведь твари! — ругался следователь, шлепая то там, то сям, где могла достать рука. Норовят куфить туда, где не загнать, умные сволочи. Страдал так, Харитон Денисович, часа три. Ближе к полуночи послышался цокот копыт, к перекрестку подъехала пролетка, остановилась недалеко от места засады, из нее спрыгнул на землю конюх Кирилл Инач. С ним все из него был знаком шапочно. Знал он только, что тот по молодости баловался разбоем, что и отбыл двенадцать лет каторги. Конюх расплатился с извозчиком, дождался, когда уедет тот, перешел через перекресток и, часто оборачиваясь по сторонам, пошел к докам. Харитон Денисович некоторое время выжидал, потом дал отмашку помощникам, чтобы следовали за ним, и сам, прячась в тени домов и деревьев, выдвинулся следом за Мичуринским конюхом. — Что за спектакль вы тут устроили? В парке никого, кроме Киселева, Белого и Кнутова, не было. Владимир Сергеевич дал себе вызваться в волю. — Во что это меня втянули? Что за история с телеграфистом? И вообще, черт побери, что происходит? Кто-то может мне внятно пояснить. — Я могу. Устел и бросил Белый, повлился на траву. — Простите, ноги не держит. — Кстати, вполне возможно, мы с вами сегодня ночью уж поймаем господина Дурова, как вам сказал Анисим Ильич. — Кирилл и Игнатьич сразу по окончании игры отослал к нему своего человека с поручений. Сизнев ждет в районе доков. И если Мичуринский человек там объявит, значит, наши выводы верны, и скоро птичка будет в клетке. — Какие выводы? — И что за манера говорить? — Не по существу. Киселев сделал паузу, махнул на Белого рукой и посмотрел на Кнутова. — А вы что скажете? — То же, что и господин Белый. — Если сегодня задержим Эндурова, завтра другая птичка тоже будет в клетке. Киселев оторопело посмотрел сначала на одного, потом на второго. До него начал доходить смысл сказанного. — Вы что? Голос пылесмейстра сорвался на шепот. — Вы хотите сказать, что Мичурин, Кирилл и Грачи, есть тот человек? — Точнее, их двое, — подтвердил советник. — Эндуров и Мичурин. Киселев рванул в ворот китель и так, что послушался треск материи. — Это что, шутка? — Нет, Владимир Сергеевич, к сожалению. — К сожалению. Нужно мне ваше сожаление. Полицмейстер не мог сдержать чувств. — Вы представляете, впрочем, что вы можете представлять? Владимир Сергеевич махнул рукой. — Что есть на них? — На Эндурова сверх меры, вот на Кирилла Игнатьевича, с Гулькин нос резюмировал, а не Семлич. — Пока только подозрения, — добавил Олег Владимирович, откинувшись на траву. — А теперь по порядку. Киселев оглянулся по сторонам. Парк по-прежнему оставался пустым, но полицмейстеры все равно не покидали чувства, что за ним наблюдают. Изложение произошедших событий заняло не более десяти минут. Когда Белый закончил, Киселев кинул к муту. — Анисим Ильич, прогуляйтесь и проследите, чтобы нам никто не мешал. Старший следователь отошел в сторону. — Молодой человек! — Своим Сергеевич едва сдерживал себя. — Попрошу вас подняться. Белый чертыхнулся, но то ли просьбу, то ли приказ, как и выполнил. — То, что вы мне поведали, просто ни в какие ворота, — возмущенно прошептал полицмейстер, когда лицо столичного чиновника оказалось напротив. — Кирилла Игнатьевич шпион! Полный бред! — Вот это мы как раз сейчас и выясняем! — Так же шепотом отвечал Белый. — Имеется один способ доказательства. Если сегодня Индуров выползет из своей берлоги, значит, его предпредил Мичурин. Если завтра утром Кирилл Игнатьевич, либо кто из его людей стрелой, полетит на телеграф, пошлет в Хабаровск в телеграмму любого, пусть самого нелепого содержания, значит, мы не ошиблись. Именно Мичурин отправил подводы. А сие означает одно. — Купец и есть тот, кто с помощью штабского капитана Индурова продал российские интересы. Именно продал. А сию же пионаж. Губернский полицмейстер свел руки за спиной, переплел пальцы и сильно хрустнул ими. — Запретить продолжать вам это так называемое расследование? — Не в моих полномочиях. — Но и потакать я не буду. Глумиться над фервыми лицами края только по одному подозрению. Не слишком ли? А потому вот мое слово. — Действуйте один, самостоятельно, и не привлекайте их к своим противозаконным деяниям моих людей. У нас и без вас проблем по самую маковку. — К сожалению, Владимир Сергеевич, поздно, — прожептал Белый. — Старший исследователь Кнутов, как вы только что выразились, по самую маковку вяз. Он теперь как борзаевыш на след. — А вы, исходя из его послужного списка, имеете понятие, как Анисим Ильич ведет себя в подобного рода обстоятельствах? — Вот именно, — вспылил Ксилев. — Вы ни с кем не считаете и ни с чем. — Ладно, я, черт, со мной. Для меня этот город стал последним пристанищем. Но Кнутов-то... Он же стремится попасть назад в столицу. Так зачем вы ему пути перекрываете? А Селезнева за каким лешим впутываете? Вы об их будущем подумали? — Владимир Сергеевич с трудом перевел дыхание. — Вы-то, Олег Владимирович, еще сутки-двое поминай, как звали. — А им как быть? — Да Кирилл Игнатьич, а после ваших фортерей он же Кнутову и Селезневу в бараний рог свернет. — Знаете, какие у него связи? — Нет, вы не знаете, какие у него связи. С ним сам губернатор края на короткой ноге. С ним в Петербурге считаются. — Сие мне известно, — тяжело выдохнул Белый. — Именно поэтому я хочу приструнить вашего купца, пока он теми связями не воспользовался. — Нет, Олег Владимирович, с вами говорите, а на что головой об стенку биться? Селез устал, опустил руки. Ничего вы не поняли. — Что здесь понимать? — усмехнул советник. — Есть закон, есть нарушитель. Закон нужно блюсти, а изменник должен быть наказан. — Изменник, изменник, грознь. — Эндуров — предатель, да ради бога. Берите, арестовывайте, казните. Но невинного человека притягивают на одних домыслах к преступлению и уводьте. Завтрашний день покажет. — Завтрашний день? — говорите, — рябнул Ксилев. — Я сегодня же поставлю перед его высокопревосходительством вопрос о вашем пребывании в городе. — И чего добьетесь? — Белый усмехнулся вторично. — Каким образом вы меня переправите в Хабаровск? — Как угодно. На Михаиле, на Селинге, на Телеге. Без разницы. Либо так вы бы поскорее оставили нас в покое. — Вон! — полицмейстер кивнул головой в сторону реки. — Противоложный берег занят нашими казаками, так что Амур безопасен. — Возвращайтесь в столицу и там ищите свои доказательства. А здесь воду мутить не надо. Мы живем в своем мире, спокойном, устоявшемся. И, знаете ли, привыкли к этому мирку. У нас здесь свои законы. Белый и редским движением руки отряхнул полопиджака. — Да нет, Владимир Сергеевич, тут вы ошибаетесь. Законы у нас одни, державны. Вот их-то я намерен защищать. И никто мне в этом не помешает. Сколько же можно читать, раздраженный Эндуров падая на кровать или слышно вырвался? — Котори! Вы что, картинки там рассматриваете, а? Небось, фривольные? Штабс-капитан рассмеялся через сил. И поинц-то дозвался. — Ты посмотри, молчи-то. Юрий Валентинович с ненавистью посмотрел на царюника. Потом обвел взглядом стены и потолок. В чурьме это лучше. Хоть какие-то новые люди, опять же прогулка. А тут стены этот читатель. Штабс-капитан откинулся на спину, прикрыл рукой глаза. Некоторое время так лежал, но вскоре не выдержал. И снова вскочил с кровати. — Вы хоть слово произнесете? Сколько же в молчанку играть? — Я с вами не играю, — тихо заметил японец. — Слава богу, хоть одно слово за четыре часа, — осклавился Индурф. — А то ведь я уже решил, что здесь только ваша оболочка, а сами бог знает где. — Тихо! Хатори привстал, приложил палец к губам. — К нам идут. Японец скачал с кровати, вооружился ножом, затыл свечу. Индурф вздрогнул. Ему показалось, что Хатори не свечу погасил, а выколол ему глаза. — Да, стало страшно. А если цирюльник, воспользовавшись темнотой, пырнет ножом? Неожиданно мелькнула мысль. В больном разуме офицер. Штаб с капитаном рукой принялся ощупывать вокруг себя предметы, которыми можно воспользоваться в цели защиты. Рука наткнулась на табурет, и тот с глухим стуком упал. — Тише! — принеслось издалека. — Сидеть и молча. — Слава богу, Япошка не приблизился. С облегчением подумал Юрий Валентинович и вздрогнул. Из коридора к ним приближалась полоска света. Штаб с капитаном на ощупь кинулся к кровати и сунул руку под подушку, где сжал револьвер. Шурых шагов в коридоре стал более отчеркиваем. Затем послышался знакомый бас. — Это я, ваше благородие! — Тьфу, ты! Эндуров шумом вздохнул и оставил оружие в покое. Вновь бросился на кровать. И так до сердечного пристава не долечь. Японе зажег свечу. Штабс-капитан зажмурился, а когда привык к свету, смог рассмотреть встревоженную физиономию Мичуринского конюха. — Беда, ваше благородие! — проговорил мужик, протянул письмо царюненьку. — Пасут нас! — Что, не понял, Юрий Валентинович? Хотел бы подняться. То, что прочитает депешу, как следующие слова пригвоздили Штабска на кровати. — Следят за нами. Вот что? — Кто? — Селезнев! Первый помощник нашего Анисима Ильича, сука! — Ты не ошибаешься? Ниндуров почувствовал, как холод сковал его. — Селезнев? Снова Селезнев? Как проклятие! Может, Фенатия померещилась? Еще чего? Я его, подло-леговую, сразу приметил, как он за кустом ховался. Потом я проверил, один он еще с кем, один, кажись, хотя... И где-то полицейский теперь спокойно подтересовался царюльник, пряча письмо в карман. — Возле складов! — осклавился посыльный. — Я специально дальним ходом сюда шел. Пусть чай ждет, может, крыс какой-то ждется. — Веди меня к тому месту. Японец накинул на себя куртку. Индуров растерянно осмотрелся. — А я, вы что, меня оставили здесь одного? Не знаю, если так не пойдет. Я с вами. Хатторий равнодушно повел плечами. — Мол, это ваше дело. Индуров застегнул все пуговицы на китере, надел фуражку, ревелер сунул в кобуру. Японец, глядя на прикрепление штаба с капитана, поморщился. — Только не высовывайтесь. — Сам все сделаю. Харитон Денисч боялся даже дышать, прижавшись к стене кого-то сарая. Коню зашел туда. Он прекрасно видел. А раз зашел, должны выйти. Логично? Следователь сжал посильнее рукояти револьвера. Так было спокойнее. Одного околочного я оставил у входа в доке. Это в двадцати шагах. Второй из сараем. Если пытаются уйти задним ходом, он их там прищучит. Может, войти внутрь? Нет, нельзя. Местности незнакомы. Я один. Тылы не прикрыты, потому никаких самостоятельных мер предпринимать не стану. Хватит геройствовать. Со спинами я не возьму, только в лоб. А в лоб да с револьвером мы еще потягаемся. Главное, сбить их с панталыку, а там и ребятки подоспеют. Слева боку неожиданно мелькнула тень. Кто это? Блеснула последней вспышкой мысль. Рука с оружием стала менять направление в сторону неожиданно появившейся фигуры, но не успела. Тонкая, жала ножа бесшумно вошла в мягкую плоть, и сердце младшего следователя, пробитое сталью, затихло. Ниндуров перекрестился. Ай да, царевольник, с десяти шагов, без звука. Хатори движением руки велел штаб с капитаном подойти к трупу и перетащить тело в сарай. Юрий Валентинович после происшедшего и не подумал противиться. Прижимаясь к стене, как доводел Селезнев, офицер пробрался к убитому, наклонился над ним, обхватил подмышки и, с трудом передвигая ноги, отволок тело вглубь постройки. Через несколько минут Хатори присоединился к нему. — Ни один пришел, — доложил царевольник. — Да вы, мастер! — высказал восхищение штаб с капитаном. Это были его последние слова. Хатори резким движением схватил голову Юрия Валентиновича и силой крутанул, ломая шейные позвонки. Индуров закрепел. Японец подтащил умирающее тело к верстаку, изо всех сил ударил головой о край металлической столешницы. На виске офицера тут же образовалась вмятина. После чего Японец вернулся к телу Селезнева, вынул из груди нож, тщательно вытер рукоять носовым платком, который после спрятал в карман, а само оружие вложил в руку мертвого Индурова. Господин штаб с капитаном споткнулись в темноте. Удовлетворенный Хатори тщательно отряхнул костюм и повернулся в сторону конюха, который стоял ни жив, ни мертв в углу сарая. — А ты веди меня к хозяину. — И не трясись, если он так велел. Слуга купца Мичурина принялся опятиться к запасному, утаенному за ящиками выходу, одновременно крестясь, бормоча какие-то одному ему понятные молитвы. Кирилл Игнатьевич, стоя в ванной комнате, опершись на туалетный стол, пялился на свое отражение в зеркале, рассматривая его то с одной стороны, то с другой. — Рожа! — неожиданно произнес купец. — Сдался! — Сломался! — Сломался! — купец провел рукой по щеке. — А щенок такой шустрый. — Да копался-таки да подвод. Ильдик все как по нотам разыграл. Прямо с пектакля. С одним шутом гороховым. Рука хлестко ударила по щеке. Кирилл Игнатьевич поморщился. — Ничего. С купчишками я позже разберусь. Нечего было ржать. А со щенком откладывать никак нельзя. Хорошо вовремя успели телеграфиста прижать. А то ты выложил, что никакой телеграммы и не было. Кнутов, гаденыш, подговорил. Разберемся. Шуганули из столицы. Попрямо отсели. У это Гамчатки свои дознания вести. А вот столичным придется повозиться. — Индуров, идиот, предлагал убить. Убить-то можно, а вот дальше как? — Нет, если убивать, то так, чтобы все подумали на самоубийство. Хотя… Мичурин высунул язык, внимательно его исследовал. Ведь могут и ограбить. Как-никак. А тридцать тысяч выиграл? Снизу раздались голоса. — И пошка с конюхом, — догадался Кирилл Игнатьевич. — Слава богу, дочку подружек ночует. Хоть в доме по хозяйски можно себя вести. Торий сразу протянул лист, который принес конюх. Мичурин открыл заслонку печи, которая даже летом обгревала спальню купца и кинула письмо в огонь. Перекрестился. — Вот и отстрадала душа раба божьего Юрия. — Вы хоть все, как полагается, сделали? — спросил Кирилл Игнатьевич, кивая отчет на печь. — Как просили, несчастные случаи. — Вот и лады. А теперь едем ко мне в Мичуринскую. Беседовать с господином Белым. А по дороге расскажете что-то как. — На вашем месте неожиданно, — проговорил японец. — Я бы, во-первых, не торопился до завтрашнего дня. А, во-вторых, договорился бы с ним полюбовно. — Мне ждать после того, что он сегодня устроил? — Мичурин вскинул руку, свернув мощный волосатый кокиш. — А вот это, видали? — Сейчас у вас берут верх эмоции. — Так нельзя вести переговоры. — А я и не собираюсь вести переговоры. — Я Мичурин, купец первой гильдии. Обращаться мы, как с дворовой шавкой, не позволю никому. — Если вы не успокоитесь, встреча может иметь тяжелые последствия до нашего дела. — Ишь, как заговорили! — Последствия, — передразнил купец, неожиданно перьяно ты. — Никаких последствий, — кулак купца взлетел к лицу царевника. — Я его просто раздавлю. — Смерть человека из столицы сможет насторожить, — продолжал настаивать японец. — А его знания о подводах могут нанести миллионный ущерб. — Так-то вот. — Ваша организация, кстати, тоже вложила деньги в моем мероприятии. — А насторожить, — теперь перед лицом. Цирюльник кулак запрыгал. — Вот где у меня вся полиция, и местная, и Хабаровская. А будет нужно и столичную подо мне, он понял, со всеми подроками. — Как скажу, так и будет. — Было ограбление, понятно? — Однако для нашего дела начал был опять Хатори. Но Мичерин грубо перебил его. — А я для вашего дела уже все сделал. — И ты мне, — палец купца уперся в грудь японца. — Азиатская твоя душа. Не указывай, что мне дальше делать. — Думаете, купили меня? — Нет, я вас купил. Это вы на моей земле. А денег я поболее у вас в дело вложил и сюда доставил. А продать готовый товар тяму много не надо. Занятия для нас привычные. Царюльник промолчал. — Что, не нравится? Купец не унимался. — Привыкай. — И тем не менее, — продолжал настаивать японец, — нужен максимум усилий, чтобы господин Белый принял нашу сторону. Это и в ваших интересах эмоции плохой помощник. Мичурин накинул сердук, оправил лацканы. — Ты, господин Хатори, не лезь не в свое дело. — Мы уж тут в России сами промеж себя разберемся. — Как-нибудь! — жестко добавил купец и крикнул. — Митрофан, трошки подавай. Полина Кирилловна слышала, как в соседнем номере распахнулась дверь. Послышали шаги. Сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Олег один. Вот он прошел, как ног распахнул его. Тишина. Шорох, видимо, раздевается. Или нет? А вот, кажется, пошел умываться. Жаль, что плохо слышно. Вернулся. Один. Весь день Полина Кирилловна пробыла как в тумане. В сомнениях. Как поступить? Душа разрывалась надвое. Одна половинка стремилась к коллегу, а вторая хотела остаться с отцом. И выборы сделать было невозможным. Домой она возвращаться не хотела. Чувство может сорваться. Собрала отцу, что переночуют у подруги. Но весь день провелась здесь, в номере, выглядываясь за занавески, не приехал ли ее желанный. Ближе к вечеру решение пришло само собой. Они с Олегом должны пожениться. Да, да, именно так. Против тести он не пойдет. Кто же станет нарушать семейные устои? Папенька, кажется, под присмотром стража закона. И все. Господи! Она всплеснула руками от радости. Как же все просто! Осталось дождаться Олега. И ночи! Полина Кирилловна думала на свечу. На дворе глубокая ночь. Олег скоро должен лечь. И тогда девушка, дабы чуть остудить свое горячее тело, подошла к окну и тут же в испуге отпрянула. Под окнами в свете газового фонаря рядом с парадным крыльцом Мичуринской стояли до боли знакомые дрожки отца. Олег Владимирович видел, как Мичурин подъехал к гостинице. Ну вот, пробормотал он, доставая, проверяя револьвер. Птичка сама прилетела в клетку. Плохое качество для купца. В коммерции необходимо терпение. Пули легко заняли свои гнезда в барабане. Двое. Интересно, Мичурин пойдет один или со спутником? Если один, то будет разговор. Если оба драки миновать. Интересно, кто второй? Индуров? Варван щелкнул. Олег Владимирович окинул взглядом комнату. Сместил стулья так, чтобы ими можно было воспользоваться в случае рукопашной. Прислушался. По коридору шли. Вскоре шаги затихли, в дверь постучали. Кирилл Игнатьевич вошел один. — Не ждали! — сходу начал купец, прикрывая за собой дверь. — А чего же? — советник сел, закинув ногу на ногу возле окна и кивнул на стул, который только что приставил к столу. — Присядьте, Кирилл Игнатьевич. Говорят, ногах правды нет. — Можно и присесть. Купец отодвинул стул ближе к стене, после чего осмотрелся, заметил. — Неплохо вас устроили. Жалоб нет. На обслугу, на поваров. Берег жаловаться. Кухня у вас отменная. — Сам отбирал. Полгода потратил. — Вы пришли поговорить о поваре? — Что ж у молодежи такие скорые-то? Кирилл Игнатьевич распахнул полостью ртука, как показывая, что полностью открыт для собеседника. — Все у вас нахрапа да с наскоку. — Времена такие быстрые, — Белый говорил спокойно, с оттяжкой при каждом слове, будто думал, произносить или нет. — Это точно согласился Кирилл Игнатьевич. За время пути Мичуринецк поостыл и внял советом японца. — Действительно, — решил про себя купец, — от живого от советника пользы будет значительно больше, нежели от покойника. И хлопнул себя рукой по колену. — Здорово меня сегодня под стол. Загнали. — Знатно. — Да это не я. Вы сами себя загнали. — То есть? — прищурился Кирилл Игнатьевич. — Я вам говорил, не трогайте двойку. — Не послушали? Вот и результат. — А, вот в чем Мичурин расслабился. — Да право, следовало послушать. — Ладно. — Кирилл Игнатьевич. — Довольно ходить вокруг да около. Ведь вы ко мне с предложением. Я готов вас послушать. — Даже и так. Мичурин еще раз огляделся и кончиками пальцев провел по уголкам рта. — Хотите взять быка за рога? — Похвально. Сколько? — Чего сколько? — Не понял Олег Владимирович. — Сколько хотите за молчание? — За какое молчание? Советник снова сделал вид, будто не понимает, о чем речь. — Перестаньте. В голос Кирилла Игнатьевича поступили едко иронические нотки из примеси металла. — Я, конечно, в отличие от Роганова, в театральных действиях не силен. Но тут был в восторге. И не надо мне внушать, будто все произошло само собой. Телеграфист моим людишкам уж поведал о телеграмме. — Я бы ответил на нее. Повторю вопрос. — Сколько? — Да вы неплохо кукарекали Кирилла Игнатьевича. Белый бросил фразу вскользь, но она буквально сорвала купца со стола. — Не сметь напоминать об этом. — Опять наклонился к советнику. — А то ведь не посмотрите, вы кем присланы. — По роде буду долго, нещадно и прилюдно, чтоб другим не повадно было. — Такие вы, Кирилл Игнатьевич, горячий! — Белый откинулся на сменку стула, будто дразня противника. — Словом так, — Мечурин склонился еще. Олегу Владимировичу захотелось отвернуться. Изо рта торговца немилосердно воняло. — Даю сто тысяч. — А вы забываете о том, что увидели и что слышали. Деньги хорошие. — Согласен, деньги хорошие. — Так вы, Кирилл Игнатьевич, на контрабанде получите раз в десять поболее? — Ну, какое это контрабанде? — Мечурин сделал удивленное лицо. — О чем речь? — Да на той. — Теперь приподнялся Белый. — Дурь-табак вам Индуров посоветовал приобрести, да? Или кто из Триадан доумил? — Вы об чем это толкуете? — Теперь противники стояли друг против друга. — Что-то я в толк не возьму. — Может, вы и с господином Индуровым не знакомы? — Всего отрицать не стану. — А вот о контрабанде понятия и не имею. — Мечурин рассмеялся. — Глупости все это, молодой человек. Ваши выдумки? — А ежели и глупости? Что же вы, телеграфиста, допрашивать стали? — Из любопытства. — Кстати, за эти ваши выдумки я предлагаю двести тысяч. Так как? — Никак. Белый коснулся пальцами оружия, спрятанного за поясом брюк. Он чувствовал. — Прелюдия заканчивается. — У Мечуина начинают сдавать нервы. Значит, в скором времени должно появиться другое действующее лицо. Скорее всего, Юрий Вентинович Индуров. — Сумма привлекательная. Особенно приятно, что она стремительно возрастает. — Но Кирилл Игнатьевич, похоже, вообще ничего не собирается сдавать. — А ты, крепенький орешек. Мичурин медленно отошел к двери и два раза стукнул. — Такого даже колоть жалко. — А вы не жалеете. Белый стоял в пяти шагах от купца, превратившись в пружину. Мичурин выждал несколько секунд, снова дважды стукнул в дверное полотно и спокойно повернулся к противнику. Советник наздражился, однако в номер никто не вошел. — Говоришь, провел меня, щенок? — Нет. — Думаешь, там индуров, ошибаешься. Офицеришко сдох со всеми вытекающими последствиями, и ни хрена ты сопляк малолетний без него не докажешь. Кирилл Игнатьевич по-хозяйски прошел на середину комнаты. — Думал я тебя, гниду, убить, когда сюда ехал. Ох, как же я зол был на тебя, паскуда, за петушка. А вот до дела дошло, подумал, зачем. — Пусть живет. Я ведь для чего постучал, не знаешь? Не с чем, чтоб тебя прибить. Красного рота поставить в живых. Кирилл Игнатьевич вновь приблизился к белому. — Чтоб ты, сука, помучился. Вроде и знаешь все, а ничего отказать не можешь. — Подашь на меня в суд. — Да милости просим. — Твое слово против моего. Твой аргумент против моих. Твои свидетели против моих. И обделаешься, потому как нет у тебя свидетелей. И документиков не имеется. А я тебя в своем жговне топить буду. — За глотку держать и топить, чтобы жизнь тебе опротивила, чтобы на коленях ты у меня ползал. А вот тут денег не пожалею. А окно-то возгною вслед за Селезневым своим помошничком. На тот свет пойдет. Тляп. Белый почувствовал, как горячая волна ударила виски. Младший следователь мертв. Он нашел Индурова, его убили. Олег Владимирович на мгновение прикрыл глаза. Правая рука сама свою потянула с кармана и извлекла из него револьвер. Мичурин, глядя его движение, только усмехнулся. — Не болой, сопляк! Убьешь меня, тебя самому на каторгу сошлют! С этими словами Кирилл Игнатьевич силой выбил оружие из рук столичного чиновника. — Интересно, и зачем тебя сюда прислали? — Вез дела заишь, вынюхиваешь. Индуров сказал, будто ты какой-то не финансовый инспектор, будто в шпионской части. Так, что ли? — Так, — Кирилл Игнатьевич, — Олег Владимирович посмотрел, навалявшись на полу револьвер. — Теперь он убежден, что я безоружен, а потом будет вести себя естественно и расслабленно. — велькнула мысль в голове советника, в то время как рука его нащупала в кармане крепкий шелковый шпагат. — И какого рожна тебе у нас нужно? — поинтересовался Мичурин. — Любопытно стало в столице, кто это государственные тайны дарит вражеским державам направо и налево. — А-а-а! — догадался купец и рассмеялся. — Индуров, дурашка! — В деньгах нуждался, вот нарисовал схемку-то. — Идиот, ну да с него уже спроса нет. — Вот ты, — руками Чурин легла на плечо Белого, — готовься к самому страшному, к такому, о чем даже и думать не смел, и никто теперь ни в столице, нигде бы то ни было не поможет. — Вам не жаль, что столько людей погибло по вашей прихоти? — Белый поморщился. Вонь изо рта купца была неуносимой. — Что? — В голосе Кирилла Игнатьевича появилось недоумение. — Ты это о чем? — Убитые жители на куторах, ведь их вырезали по вашей воле. — Китайцев потопили, опять же, по вашей милости. — Эх, ты какой! — Игнатьевич усмехнулся. — На чувства не дави, бесполезно. В нашем деле торговым с таким подходом большой деньги не шибешь. — Вы не шибали. — Вы убивали, — констатировал советник. Купец резким сильным движением ударил чиновника по лицу, однако Олег Владимирович удержался на ногах, провел ладонью по разбитой губе. — При мне таких слов не произносили гавы. — Вы ошибаетесь, я из другой породы. — Вы, Кирилл Игнатьевич, вроде бы все учли. — Кроме одного. Левая рука с шпагатом вырвалась из заточения. Шнурок в один момент обвил шею купца, схваченный с обеих сторон крепкими молодыми руками. Кирилл Игнатьевич попытался ухватить за петлю, но удавка успела силой впиться в шею торговца. — Предписание у меня имеется, — хрипел в тон купцу белый, сильнее и сильнее стягивая шпагат. А в нем говорится, — ежели изменим, как кажется, человек при власти, то наказание провести таким образом, дабы подозрение на человека сего, как на власть, не падало. А потому Кирилл Игнатьевич получает, что не выдержали вы позоры сегодняшнего, отчего и повесились. Белый за вся силой стянул шнурок. Лицо купца посинело, и из горла послушался сиплый хрип, тело несколько раз конвульсивно вздрогнуло и вытянулось. Советник еще несколько минут не отпускал удавку. Но руки, в конце концов, не выдержали напряжения, и труп с гухим стуком пал на пол. Олег Владимирович с трудом дыша поднялся, налил из графина в стакан воды и выпил. После чего поднял с пола револьвер. Уже было направился к двери, чтобы разделаться из сообщника пришедшего купца, но ноги споткнулись от тела мертвого Кирилла Игнатьевича, и оружие выпало, из ослабев руки чиновника. Белый вздрогнул, вот пришел в себя и упал на близ стоящий стул. «Что же это я?» «Сам им уподобляюсь». Свидетель хотел убрать. «Прям гони!» Рука прошлась по потному лицу. «Вот и все!» Советник говорил вслух, не боясь произносить слова. «Теперь каторга! Все!» И тут произошло то, чего он никак не ожидал. Часть стены неожиданно распахнулась и в образовавшемся проеме появилась Полина Кирилловна. Дочь Мичурина была бледна, с опухшими от слез глазами и покусанными губами. Она старалась не смотреть на отца. Взгляд девушки был прикован только к любимому. «Несите его сюда!» «Куда нести, никак не надо сообразить, Олег Владимирович!» «Вы как здесь? Вы что, все слышали?» «Что все вопросы задаете?» Воздерживала слезы Полина Кирилловна. «Ко мне в номер несите!» «Да скорее же, пока никто не пришел!» Велый послушно поднял тяжелое тело Кирилла Игнатьевича, с трудом перетащил его в комнату Полины Кирилловны. «У вас веревка есть?» Девушка с надеждой глядела на молодого человека. До него начало доходить, что происходит. «Вы что хотите?» «Пока никто не видел!» «Быстрее же!» Велый кинулся к себе в номер, вытряхнул содержимое сквояжа, достал двухметровый тонкий английский канат, который иногда использовал при привозке вещей. Через минуту веревка была прикреплена к крюку, на котором висела люстра, тело помещено в петлю, сделанную советом. «Возвращайтесь к себе и откройте дверь! Я к вам приду!» – распорядилась Полина Кирилловна и всхлипнула. Белый пастушно удалился. Девушка слышала все от начала и до конца, а потому, когда из номера Белого донесся предсмертный хрип, она силой зажала уши и молила только об одном, чтобы это поскорее закончилось. Девушка еще до того, как Кудавка затянула с шеи отца, знала, что он для нее уже потерян. Респтот и остался невредим, она просто не смогла бы жить в одном доме с человеком, который совершил столько ужасных преступлений. Жить и знать, что отец собирается уничтожить ее любимого, все остальное решила само собой. Полина Кирилловна подняла взгляд на повешенного, с трудом сдерживая слезы, троекратно перекрестилась, после чего нашла в себе силы отвернуться от мертвого тела, пройтись по комнате, сгладить обои так, чтобы след от ножа на месте стыка на стене стал незаметен, после этого спокойно выйти в коридор. Прикрывая за собой дверь, Мичурина увидела в конце коридора одинокую мужскую фигуру, на миг показалось, что она будто где-то уже видела этого человека, но девушка тут же откинула все посторонние мысли, мало ли кого она могла видеть, и постучала в двери соседнего, 226-го номера. Фуццо Хатори догадался, что произошло в номере Белого. Японец и не думал спешить на помощь хозяину, там имелись основательные причины. Первое заключалось в том, что с Мичуриным в последнее время стало сложно сотрудничать. Купец был непредсказуем. Достаточно вспомнить ночной разговор. Хатори усмехнулся. «Был». Хорошее слово. Вторая причина заключалась в Белом. Советник с первого дня своего приезда привлек внимание японцам. То, что он не из полиции, Хатори понял сразу, по манере поведения, по палаткам. А вот чье ведомство, тот представляет, царюльника сильно тревожило. Если то, о котором он думал, то Белый мог стать его золотой, как это у русских, золотой рыбкой. Но сомнений не давали покоя. А потому, когда Мичурин переступил порог 226-го номера, Хатори знал, если Мичурин позовет его, он сделает все, чтобы перевербовать советника. Если же не позовет, Белый в любом случае становится его человеком. Либо хозяин Белого покупает, либо Белый убивает купца. Чем Хатори станет его впоследствии шантажировать? Мог быть, конечно, и третий вариант. Мичурин не зовет Хатори, сам убивает Белого. Но во все события японец не верил. Если чиновник из контрразведки, то с тому и безграмотному в боевых науках купцу тягаться не будет ни с руки. Кирилл Игнатьич дал отбой, чем подписал себе смертный приговор. Правда, то, что было далее, никак не вписывалось в логику Хатори. А откуда взялась Полина? Что надела в соседнем номере? — А может, сговор? — Да, — промурлыкал себе потный сырюльник, — прелюбопытнейшая комбинация. Но над этим подумал позднее. Завтра, как это у русских говорят, утро вечера мудренее. Пришлось уходить из Мичуринской посредством окна, крыши и водостоков. Олег Владимирович с изумлением смотрел на девушку. — Вы понимаете, что произошло? Язык молодого человека с дома выталкивал слова. — Да, — утвердительно кивнула Полина Кирилловна. Перед Белым сидела не первая красавица города, а беззащитно обессиленное существо с дрожащими маленькими плечиками, сутулой спиной, с прижатыми к перекошенным губам руками. И со страхом в глазах, жутким, пугающим, завораживающим, папа покончил с собой. — Что? — Что вы сказали? — не поверил себе белый. Папа не выдержал унижения и повесился. Теперь голос прозвучал более твердо. — И вы думаете, что кто-то поверит в эту версию? — Да, — махнула головой девушка. — Если вы будете говорить, один не поверит. А если вместе со мной, обязательно поверят. Когда узнают, что я с вами была в номере? — Вы что? — Белый с трудом подыскивал слова. — Вы хотите? — Я не хочу, чтобы с вами произошло что-то ужасное. Ничурин с трудом хлебнул из стакана воды. — Я все слышал. Все. И вчера, и сегодня. Господи! Как он мог? Почему? Зачем? Станислав Ильянович погиб из-за него. Так ведь? — В целом, да, — был вынужден признать Олег Владимирович. А все эти женщины, эти старики, что попали под обстрел? Китайцы, во имя чего они и погибли? Что он хотел отвезти? Что ему привезли? О чем речь? — О деньгах. О очень больших деньгах. Простите, что я не могу вам всего сказать. Не имею права. Следствие еще не закончено. Господи! Как все ужасно! Полина Кирилловна всхлипнула, уже не сдерживая себя, раздалась. Белый поднял ее со стула, перенес ее на кровать, сам прилег рядом, поглаживая девушку по голове. — Полежите. Успокойтесь, поезжайте. Вам не разрезе оставаться. — Нет. — Твердо ответила Полина Кирилловна и присела, поджав под себя ноги. — Если я уеду, они докажут, что это вы убили папу. Мое присутствие не позволит им этого сделать. Все-таки я его дочь. Горько улыбнулась она. — Но что мог подумать полицейские? — Разве это сравниться с тем, что произошло? — Пусть думают зло! — выкрикнула девушка. Белый обнял ее за плечи. — Вам поспать. — Нет. — Полина Кирилловна вся съежилась в комочек. — Не смогу. — Как представлю, что папа там висит? — Не могу. — Так вызовем слуг. — Скажем, нашли. — Нет, они сами должны его обнаружить. — Ведь этот номер я для него заказала. — Обманула. Сказала, что папа хочет днем с кем-то встретиться. Такое уже бывало. Никто никаких вопросов не задавал. Предоставили — и все. Он встречался с женщинами. — Не знаю. Я никогда не спрашивал. Просто помогала. А даже если и так, какое-то имеет значение. — Папа, сколько его помню, был одинок. Обнимите меня покрепче. — Просто просила девушка. — Морозит. — Поголодало, что ли? — Нет, это нервы. Белый накинул на плечи Полины Кирилловны китель и снова обнял ее. — Так они просидели до утра. Анисим Ильич наклонился над телом. — Чем его с трудом смог вымолить сыщик? — Ножом, похоже, тем, что в руке штаб с капитаном. — ответил Самойло, вытирая руки. Селезнев лежал, раскинув руки, словно решил отдохнуть. Глаза безмятежно смотрели в неведомую даль. Казалось, он вот-вот моргнет. Следователь отвернулся и смахнул слезы. — Только убил Ниндуров, — продолжал надзиратель. — То есть как? — Кнутов тщательно вытер глаза платком. — А вот так. — Ниндуров как держал нож? — Самойлов принялся показывать. — Будто собирается носить удар сверху. — А зачем так нож держать, ежели ты уже убил? По всему ножку он должен был держать так, если б вынимало его из тела. Обыкновенно, как, приложим, мы режем хлеб. Это раз. — Второе. — Предположим, господин штаб с капитаном упали и височком аккуратненько в верстачок. Но... — Чё это они упали? — Споткнулся да упал. — Смотрите, — Самойлов подвел следователя к трупу Индурова. — Носочки-то у сапог чистые, лакированные, без единой пылинки. — Ибо что это они так споткнулись, что на сапожках следа не осталось? Василий Григорьевич сощурился. — Что ж это получается? Ударился об верстак, а после взял и натер сапоги до блеска, чтобы в красе хоронили. Кнутов сплюнул в сторону. Кто-то третий был. — Совершенно верно. Самойлов удовлетворенно потер руки. — А ты, Голова, Григорьевич? Кнутов видел приближающуюся колодочную. — Нашли что-нибудь еще? — Вроде бы, да, — начал скороговоркой запыхавшийся полицейский. — Там три хода. И куда они ведут? Сколько по ним ползать, одному богу ведомо. Еще в одном из ходов. Вот что. Экологично полез в карман штанину и извлек. Анисим Ильич чуть не потерял дар речи. Полицейский держал в руке гранату. — Там внутри они все ниточками перевязаны. — А во втором ходе… — Немедленно всем! — крикнул Анисим Ильич. И тут рвануло. Сарай вздрогнул, начал заваливаться. Балка с потолка рухнула и пришла с кнутого по голове. Анисим Ильич без сознания рухнул на пол. Киселев распахнул окно, и утренний воздух ворвался в комнату. — Скажите, Олег Владимирович, зачем вы мне все это рассказали? Владимир Сергеевич присел на край стола напротив Белого. — Я должен был промолчать. Советник оставался спокоен и сосредоточен. — Смысл? Ведь вы обо всем догадались бы. Двери его номера оставались незапяты изнутри. Да и на пальцах покойного наверняка остались следы от борьбы. — Догадался, — подтвердил пресс-министр. — Как только вошел в номер по щели в обоих, только опять-таки не пойму, зачем? Белый молчал. — Хотели стать святым. Мол, совершил противозаконные деяния, а теперь каюс. Может, хотели спасти честь Полины Кирилловны? — Так поздно, батенька мой. Почитай весь город. С утра только и долдонит, как о вас двоих. Мол, папенька в петле, а дочка в номере. — Да не стреляйте у меня глазами-то. — Поздно. — Что делать? — В провинции сплетни разносятся, с дуновением ветра. Да и при слуге рот не закроешь. Впрочем, и сама господа Мичурина слишком уж откровенно себя повела. Полностью встала на вашу защиту. — Уж если так вышла, зачем вам так пить себя? — Не знаю. Белый похлопал себя по карманам, но трубки не нашел. — Зами, что ли, забыл? — То, что мне было смотреть в глаза, вам, понимая, что вы знаете. — Убедительно? — Рахметовщина какая-то! — Ксилёв взмахнул руками. — Начитали с Достоевского и Щеношевским. — А жизнь — она не литература, ботинька моя, и каторга — не лучший мест для очищения. — Какое-то вы поступили иначе? — Да, именно. — Я поступил иначе. — Если захотели погубить свою жизнь, бог вам судья. Вот только зачем нужно было делать сразу? — А не морочить девчонке голову. — Знаешь, что вы с ней сделали? — Нет, нет ворачивайтесь. — Она имя своё опозорила ради вас, в грязь его втоптала. — Владимир Сергеевич ржал пальцы в щепоте, тряс рукой перед глазами советника. — Здесь не столица с вольными нравами. — И девочка знала, что идёт, спасай вас. — А вы, как последний безмозглый идиот, всё хотите, но не отсвести. — Вот что я вам скажу, Олег Владимирович. — Совести у вас нет. — Совести! — палец полисмейстра запрыгал перед носом белого. — Но я, как вы, поступать не стану. И не потому, что вы закрыли глаза на мою деятельность, а потому что мне жаль усилий Полины Кирилловны. И от чистых светлых порывов, словом, вы мне ничего не рассказывали. — Я ничего не слышал. — Точка. — Кирилл Игнатьевич Мичурин повесился. — Сам. Лично. — А вы, господин советник, покинете город незамедлительно. — Я ночью имел беседу с его высокопревосходительством. Он согласен отправить Михаил завтра рейсом в неразписание. — Мало того, Алексей Дмитриевич лично телеграфирует Петербург о вашем геройском поведении, так что прибытие в столицу ждите награды. — Избавиться от меня желаете, — по-своему расценил последние слова полицмейстра Белый. — Как вам будет угодно. — Киселев присел на стул и принялся ладонь тереть больное колено. — Господи, как мы хорошо жили до вашего приезда, господин инспектор. — Тихо, мирно, полюбовно. — А теперь? — Что останется в городе со смертью Мичурина, знаете? — Предполагаю. — Нет. — Олег Ваимович, вы даже не можете предполагать. — Полина Кирилловна не в состоянии управлять папеньким хозяйством. И возраст, и не женское сие дело. А самое главное — отсутствие опыта. Купец и ничего о своих делах не поведал. — Сначала начнется драк среди конкурентов. С кровью, мордобоем. А пусть наш городок затрясет, как в лихорадке. А всему виной ваш приезд. — Я тебя в своем жговне топить буду. — Белый схватился за голову. Голос покойного купца набатом бил в голове. — За глотку держать и топить, чтоб вся твоя жизнь тебя противила. — Что с вами, Олег Владимирович? — кинулся к собеседнику, полицмейстер. — Нет, нет. — Все в порядке, — бормотал Белый, чувствуя, что еще немного он потеряет от боли сознание. — Вам отдохнуть нужно, — сочувствовал полицмейстер. — Сколько суток на ногах? — Не помню. — Двое или около того. — Эх, молода зелена! Белый тряхнул головой. Боль немного отпустила. — Или будет отпевать поручика Рыбкина? — Что? — переспустил Киселев. — А, в церкви вознесение, кажется. Вы собираетесь туда ехать? — Я должен, мне надо. — Тьфу ты! — беззлобно сплюнул Владимир Сергеевич. — Нет, завтра же отправить вас. Хоть силы, только с глаз долой. И еще мне бы встретиться с генерал-губернатором. — А вот этого никак нельзя, — замахал руками Киселев. — По крайней мере, сейчас. Вам требуется срочно привести себя в порядок. Прилечь хотя бы на пару часов. Вы же не пойдете на похороны в рваном офицерском китере и небриты. Да при таком самочувствии мне нужно. — Надеетесь увидеть с Анной Алексеевной? Не заветую. — Почему? — Белый вскинул усталый, удивленный взгляд на полицмейстра. — Не глядите так на меня, не глядите. Подумайтесь сами. О том, что вас в номере ночевала Полина Кирилловна, повторю, весь город знает. Дочь губернатора в том числе. — А сколько еще приврали? — Понятно. Голос советника сел и звучал глухо, напряженно. — Да и не дело этого и снять отношения на похоронах. Пообщайтесь с другой Боленской после панихиды, если она захочет. — Благодарю, — кивнул Белый. — Вы правы. — А как с Хнутовым? — неожиданно поинтересовался Владимир Сергеевич. — Он ведь пуп заради возвращения в столицу надрывал. Сейчас лежит в госпитале. Контузия. — Нашли, — Киселев хлопнул рукой по столу. — Нашли ведь, где прятался Эндуров. — А тут вы правы были. Только вещественные доказательства пребывания штабс-капитана в подземелье схоронены под слоем земли и камнем. — Откапывать не станете. — К чему? — Эндуров мертв. Ваше задание выполнено с лихвой, так что взятки гладкие. — А цирюльник? — Японец-то. — Найдем вам его, никуда не денется. Более мы здесь не с кем контактировать, так что особой опасности он теперь не представляет. Он враг. — Если вы идете речь к тому, чтобы остаться, то он не выйдет. — Киселев покачал головой. — А японцы, как поймам, доставим к вам. Не беспокойтесь. — А вы со старшим следователем? — Как? Как же обещание? — У меня предложение к господину Кнутову имеется. Надеюсь, вы поддержите. Киселев, понимающий, кивнул головой. — Лучшей кандидатуры не подобрать. Согласен. — Его высокопревосходительству я доложу о своем решении сам. Лично Белый поднялся. Киселев тоже встал и впервые перейдя на «ты» вообще несоветно произнес. — Ни черта ты, Олег Владимирович, из нашего разговора не понял. — Да бог тебе, судья. Станислава Валерьяновича Рыбкина Хрулева и его невесту отпевали в новой церкви. Вокруг кирпичного здания, по внешнему виду напоминавшего русские постройки еще времен Елизаветы Петровны, бралась огромная толпа. Желающих попрощаться с первым поэтом Преамурьян бралось несколько тысяч человек. Белый опоздал, потому с трудом потолкнулся в церковь. У самых дверей внутри помещения, где установили гробы, стояло несколько человек, уловясь редактором русских ведомостей Кузьма Петровича Маршинникова. Каждый из них держал в руке по пачке свежего номера газеты. «Господа!» Невнятно мормотал Кузьма Петрович, изредка смахивая со щек слезы и протягивая всякому, кого видел газету. «Тут последнее стихотворение, Станислав Ильянович. Берите, господа! Бесплатно! Последнее стихотворение! Бесплатно! Больше уж никто! Бесплатно! Последнее!» Белый вернул из протянутой руки лист ведомостей, не читая с вами в карман. Пробиться к центру Олегу Владимировичу не удалось. Встав чуть в стороне ближе к стене, советник печально всмотрелся в профиль Рыбкина и не узнал поручика. «Неужели это он?» Белый еще раз недоверчиво взглянул на покойного. «Разве у него были такие острые носа, щеки впалые? Разве у Рыбкина были такие впалые щеки?» Молебен подходил к концу. «Батюшка, покачивая кадилом, с молитвой обходил тела усопших». Олег Владимирович не впопад крестился, взглядом сопровождая священника. Вдруг рука советника в который раз поднялась, тут же замерла. Жар стек по щеке, а на шею неприятно проник внутрь сорочки. «В десяти шагах!» От него в окружении родителей стояла Анна Алексеевна. Легкая шелковая косынка скрывала лицо девушки, а вся фигура была полна скорби. Позади дочери губернатора скучал господин Стоянов. Молебен закончился. В церкви устроилась тяжелая вязкая тишина. Казалось, что до этого момента и Рыбкин, и Хрулев с невестой еще являются частью живого мира. Эта связь оборвалась. Все в единый миг ощутили, что их усопших действительно уже нет. Из глубины церкви раздалось всхлипывание. Кто-то застонал. Кто-то вынес на улицу. Напряжение нарастало. Алексей Дмитриевич бросил взгляд на батюшку, мол, пора уводить людей из церкви. Тот кивнул и, подняв руку, хотел было отдать соответствующее указание, как вдруг над горечью и скорби людской, отражаясь от стены икон, взлетел чей-то звонкий юморский голос. Под небом Франции далекой, средь католических крестов, на старом кладбище Ла-Шеза зарыт в могилу муравьев. Вдали любимой мочизны скончался он судьбой гоним. В Париже шумном русской тризны друзья не справили над ним. Несутся годы, мчится время, стирая прошлого следы, но в землю брошенное семя дало обильные плоды. Мы твердо встали на Амуре, вошли в открытый океан. Флаг русский поднят в порт Артурии и отдан им Ториен-Ван. Здесь помнят графа Муравьева. Еще недавно жил Сизой, носитель жизненного слова и первый пастырь городской. Еще не все сошли в могилы, еще живут в глухих углах борцы, растратившие силы на бесприютных берегах. И здесь я вижу между нами, когда-то мощной силы цвет, давно покрытой сединами, стоят свидетели тех лет. Да, труден был их путь тернистый, прошла тяжелая пора, теперь разросся сад тенистый на месте графского шатра. Шумят деревья зеленее, желанный мир царит кругом, и монумент стоит белее, напоминая о былом. Что в вечность канули те годы, сбылись смелые мечты, амур волнуют пароходы, горят над городом кресты, везде раскинулись селенья, могучей жизнью дышит край, и смотрит полное уважение на нас с надеждою Китай. Белый рванул ворот сорочки и, с трудом глотая тяжелый воздух, покинул церковь одним из первых. Горечь сжимала горло, голова кружилась, а тело охватила неприятная вялость. Олег Владимирович прислонился к стене, от ее прохлады немного полегчало. Вот и семья губернатора появилась в дверном проеме. Первыми шли Боленские с супругой. За ними Анна Алексеевна, которую сопровождал господин Состоянов с напускной скорби на лице. — Обернись, — шептал Белый. — Ничего более не прошу. Только обернись, и ты поймешь. Я молю тебя. Обернись! Девушка не могла его услышать. Слишком велико было расстояние до нее. Но обернулась. Их взгляды встретились. Его умоляющий устал и ее гневный растильник. Они смотрели друг на друга доли и секунды, но это было достаточно, чтобы Олег Владимирович понял — все закончилось. Не тогда, когда он принес прощальное письмо поручика. Закончилось сейчас, в сей момент, всю секунду. Анна Алексеевна отвернулась, поправила косынку и, резко вскинув головку, направилась к губернатской коляске. Олег Владимирович проводил долгим взглядом дрожки губернатора, после чего медленно пошел к своим. — Куда править, ваше благородие? — поинтересовался кучер. Бело глянулся на церковь. — Рот приходит, рот уходит, а земля пребывает в оеке. Задумчиво произнес он, садясь в дрожки, провожая взглядом удаляющую косынку. — Восходит солнце, и заходит солнце. Спешит к месту своему, где он у вас ходит. Идет ветер к югу и переходит к северу. Кружится, кружится на пути своем, возвращается на круги своя. — Это что, ваше благородие? — кучер обернулся, уж не тронулся ли умом господин инспектор. — Это экклезиаст. — нехотя проговорил белый махнул рукой. — Гони в госпиталь. — Танисим Ильич находился в недоумении. Во-первых, он сегодня не ожидал оказаться в госпитале. А во-вторых, он еще менее ожидал встретиться с там соседкой Катьки Ивановой. Женщина, пока следователь приходил в себя, по-хозяйски освоилась в палате. И теперь Кнутову, казалось бы, он не в лечебном заведении, а у нее дома. — Проснулись! — пропела она, слегка качнув бюстом, отчего Анисим Ильича участило дыхание. — Вот и славненько! Сейчас кушать будем. Борщ! Борщ, что вы любите? Сыщик пробовал кивнуть, но Новый Больт тут же уложил его на подушку. — Лежите, лежите! Мы с ложечки! Помните, как в детстве? — Ничего я не помню, — хотел сказать Анисим Ильич, но передумал. — Разве бабе объяснишь, что после контузии мозги вообще отказываются работать? Но откуда она тут взялась? Женщина налила в тарелку борщ и поднесла ложку к рту Кнутова. — Будем кушать, а? Анисим Ильич заглянул в вырез блузки и согласился. Дверь распахнулась, и в самый момент идиллии, когда Кнутов не только хотел посмотреть, еще стоит женское тело, но и попробовать его на вкус, белый кашлянул. Женщина ойкнула, вскочила с кровати, потопившись, выбежала в коридор. — Выздоравливаем? — спросил обыденным голосом Олег Владимирович. — Сел на край постели. — Я ненадолго. — Как себя чувствуете, Анисим Ильич? — Уже лучше! — Кнутов покосился на дверь. — Вы по делу, Али. Как? — По делу. — Знаю, вы хотите вернуться в столицу. Похвальное стремление. — И вполне выполнимы. — Если изъявите желание, в скором времени и поедете. — Но думаю, что вам там делать нечего. — Как вы поняли, я внимательно изучил ваше досье. И ваше хочу сообщить. Перед самым моим отъездом тот человек, вину которого вы приняли на себя, стал главой департамента столичной полиции. Катык на небритой шее больного дрогнул. — Продолжайте. — Так вот, Анисим Ильич, вернуть я вас смогу. Только смысла в этом не вижу. — А потому у меня к вам предложение. — Я понял, что вы хотите. Кто-то уговорил медленно, чтобы слова не отдавались болью в голове. — Я сразу понял, что вы меня. Да бог с ним. Думайте, справлюсь. Дело почти то же, что и в полиции. Хотя несколько иной расклад. Тут вы ищете воров, а у нас, сами понимаете, кого. Но методика одинаковая. — А что, Владимир Сергеевич? — Согласен. Да и первое время будете работать в тесном контакте. — А люди? — Тут вам самому придется подбирать. Я бы советовал взять Самойлова. Но, думаю, господин полисмейстер вряд ли его отпустит. Двоих пришлю из столицы. Двоих, троих, наверное, здесь. Для начала неплохо. Ну и к Петербургу станете намного ближе. Раз в год ездить в Северную до доклада предполагает ваша новая должность. Она у вас теперь как у Владимира Сергеевича, полковнича. Как понимаете, это шанс. Анисим Ильич откинулся на подушку. — Согласен. В таком случае вам первое задание — найти цирюльника. Если исходить из слов Мичурина, что в момент посещения гостиницы Индур был уже мертв. Хоть что купца сопровождал японец. Исчезнуть за это время из города он не мог. А потому найдите его, что бы то ни стало. — Найду. — Нутов со стону приподнялся и присел. — Это он убил Харитона. Более некому. Я только из-за этого всю землю в область перерою, а его найду. — Не волнуйтесь, Олег Владимирович, достанем. Белый похлопал следователя по руке, после чего откинул полу пиджака и стянул себя пояс чеклом. — Подарок! — Советник протянул вещь к Нутову. — Только руку потренируйте. Помните, не кистью нужно бросать, а пальцами. — А как же вы! — Анисим Ильич кивнула шестеренку в чехле. — Мне и сделают. — Документ я на вас подготовлю. Подтверждение ваших полномочий, дабы не терять время, придет через рекрав. Финансирование отдела будет проводить через отделение государственного банка. — К тому же… — Олег Владимирович вынул портмоне из особого отделения, коего изъял стопочка ассигнаций. — Это лично вам на ближайшее будущее. Поменяйте квартиру. По новому статусу вам положено жить в центре города. — Наймите прислугу. Ну, вот, вроде бы и все. До встречи в столице, Анисим Ильич. Белый пожал руку. Следователь уже собирался уходить, как бывший старший следователь остановил его. — Вопрос можно? — Спрашивайте. — Кнутов вкинул на дверь. — Чего это вы, Настя, наговорили, чтоб она прибежала, а? Белый хитро прищурился. — Почти ничего. Я ей только сказал, что вы обещали на ней жениться, когда все закончится. — Что? — Кнутов чуть не высучил из кровати. Белый широко улыбнулся. — Простите, но слово не воробей. Анна Алексеевна в изнеможении опустилась в кресло-качалку, прикрыла глаза. — Как это страшно! Жил человек и перестал. Был и нет его. Стоянов от нему прядь непослушных волос салба. — Жизнь есть жизнь. Она течет и изменяется. Мы приходим и уходим. Диалектика. — Глупый ты, Стасик! — горько усмехнулась Анна Алексеевна. — Видишь, только с одной стороны. — Однобоки. — А к чему смотреть со всех сторон? Стоянов растерянно улыбнулся. Он никогда не мог понять, как себя вести с этой загадкой по имени Анна Алексеевна, так как к согласию можно заработать. Опять же, если посмотреть на данную проблему с философской точки зрения, то множественность никого добра не доводила. — Разговорился ты сегодня. Анна Алексеевна не скрывала раздражения. — Я пример приведу, — аргументировал Станислав Егорович, не замечая состояние девушки. — Тот ваш бывший поклонник, столичный инспекторишка, на первый взгляд совершенства, а гляди-ка, и за вами ухаживал, и за купчихой таскался. И красоту ему подай, и деньги, и кабы не смерть папаши девиц мы б, может, так и не узнали. — Замолчи! — Анна Алексеевна вскочила. — Замолчи! — И уходи! — Но я только хотел… — Не хочу знать, что ты хотел. — Не хочу знать, не хочу слышать. — Но ведь взмолился молодой человек, срываясь то на ты, то на вы. — Он играет всеми. — Вы не видите? — И мной, и тобой, и собой. — Да именно, и собой. Он же с Мичурином наведение в бильярд еще кукарек чего заставил? — Он игрок, и с Полиной он за денег. — Убирайся! — гневно! — кричала девушка, закрыв лицо руками и топая ногами. — Немедленно убирайся! Видеть тебя не хочу! Стоянов с трудом переводил дух. А в глазах стояли боль и рассеянность. — Прости, Аннушка, прости! Я не имел права так говорить. Хочешь, я на колени встану? Только скажи еще слово! Зеленые глаза метали молнии. Ты больше никогда, запомни, никогда не переступишь порога этого дома! Молодой человек все-таки хотел что-то еще добавить, но сдержался и удалился. Оставшись со дна, Анна Алексеевна бросилась на кровать, подмяла под себе подушку и горестно заплакала. Олег Владимирович скинул сюртук, забросил его в угол, разделся, до гола их роженько вымылся. Всталость не проходила. Белый вернулся в комнату, раскрыл саквояж, вынул свежее белье, натянул на себя и лег. — Прав Киселев! Пора уезжать. В Благовещенске более делать нечего. Свирюльника Кнотов без него достанет. Впереди оставалась, может быть, самая главная часть задания — найти в Хабаровске те проклятые подводы с контрабандой. — Как их искать? — Где? — Через кого? — Телеграфист сказал, что от именно Кирилла Игнатьевича сегодня никто телеграмм не посылал. — Уже хорошо. Значит, сообщников никто не предпредил. А то, что они у Мичурина были — это факт. Ведь кто-то же в столице края помогал купцу проворачивать делишки и за ограниченным комиссаром следил. — Нет, хватит, хватит. Нужно спать, иначе можно умом тронуться. — Аннушка. — Анна, Анна Алексеевна. — Забыть все, забыть не смог, значит, недостоин. И конец, и все. Олег Владимирович незаметно провалился в дремоту. Ключ тихо вошел в щель и два раза щелкнул, впуская хозяйскую дочь в покое одинокого мужчину. Точно так же замок щелкнул, когда дверь из спиной девушки закрылась. Пройдя внутрь комнаты, Полина Кирилловна некоторое время постояла над спящим молодым человеком, поскольку с улыбкой и небрежным движением вскинула с плеч шелковый китайский халат и леганую кровать рядом с Олегом Владимировичем. Белый в полудреме не понял, что происходит. Воздушные прикосновения нежных женских пальчиков в груди будили забытые чувства. Сон еще не прошел, оказалось, будто он продолжается. Рука сама собой обняла Полину за талью, провела по спине. Крепкая грудь девушки сперва трепетно, а потом все сильнее и сильнее прижималась к груди мужчины. Возбуждение расплавляло его волю. — Нельзя! Так нельзя! Ты же не этого хотел! Точнее, ты этого вовсе не хотел! Белый напрягся. Надо как-то показать девочке, что он так не может и не обидеть, ни в коем случае не обидеть. А Полина Кирилловна вечным природным женским инстинктом чувствует, что если сейчас не возьмет всю инициативу в свои руки, то потеряет желанного навсегда. Еще нежнее приникла губа Олега Владимировича. Рука ее, до сих пор покоящаясь на груди белого, медленно скользила по телу. Наткнувшись на шнурки кольца, она замерла, не решаясь преодолеть заслон. Девушка дрожала от любви и страха. У нее такого еще никогда не было. Но если не сейчас, то никогда и рука ужика проползла за грань дозволенного. Белый, как ни старался, не смог сдержать стон наслаждения, а через мгновение он бездумно отдавался ласкам неопытной любовницы. Последний день в Благовещенске прошел в заботах. Кириллу Игнатьевичу отпевали утром церкви воима Покрова Божьей Матери в самом крупном монументальном храме во всей Амурской области. В его строительство Кирилл Игнатьевич вложил солидный капитал. На похороны собрался весь свет общества — купцы, чиновники, офицерские сословия. Не приехали на отпевание генерал-губернатор и губернский полицмейстер. Но на то имелась весомая причина. По слухам, к городу приближались казачьи войска для наступления на Китай. Все военное руководство должно было не только принять полки, но и переправить их на предположенную сторону Амура. Это подтвердил и полковник Ореевхев, которого Алексей Дмитриевич прислал вместо себя. Полина Кириллна даже в трауре была великолепна. Она принимала соболезнования с твердым волевым лицом. Господин Роганов даже причмокнул. Эх, как краля! И в беде фор сдержит. Другие купчишки тоже искус поглядывали на девушку. А у той нет-нет до мелька в глазах бесенок. Молодость не мирилась со смертью. Олег же Владимирович в этот час встречался с Киселевым и Боленским в департаменте полиции. Губернатор налил в бокалы коньяк. — Господа! — Алексей Дмитриевич окинул компанию бодрым взглядом. — Предлагаю выпить за будущее нашего, а теперь, Олег Владимирович, и вашего, Амурского края. Дай Бог, чтобы наши потомки сохранили то, что мы для них сделали. С этими совами губернатор опрокинул содержимое бокала в рот. Одним глотком. Залпом. Ранее с ним подобными случалось. — А теперь, господа, простите, вынужден откланяться. — Дела знаете ли, — губернатор пожал Белому руку, еще раз напомнил, что будет рад его видеть в своем вторичном доме, и ударился. Владимир Сергеевич вернулся к своему креслу и, присев, предложил Белому расположиться напротив. — Как я понял, Владимир Сергеевич, вы его высокопревосходительству ничего не сообщили? — заметил Олег Владимирович. — Верно. Полицмейстер сделал глоток и приподнял бокал так, чтобы луч света отразился в нем. — Алексей и Дмитриевич не сегодня-завтра уедут в Петербург. И сотрут нас в своей памяти. Вот мы не так стремительно к нас и покинуть. — А лишние знания там... — Пальцик Сергеевич уткнулся в небо. — Не обязательно. — Ни к чему. — Благодарю. — Считайте мы квиты. — Готовится наступление, — догадался Белый. Владимир Сергеевич. Твердит накивнул. — Сколько прибыло волков? — Четыре. Ночью их переправят на тот берег. — Вот для китайцев будет сюрприз. Киселев поднял бутылку и принялся с задумчивым видом подкидывать ее на руках. — А вы ловкая штучка, господин Белый. — Чего это? — Теперь можете распорядиться товаром Кирилла Игнатьевича на провокации будущего зятя. Белый замер. — Буйная фантазия у вас. — Перестаньте, Олег Владимирович. Владимир Сергеевич поморщил словно от зубной боли. Вы же знаете. В нашем ведомстве прислуживают разные людишки. В основном сброд, конечно. Дворники, половые, горничные. Да вы не стесняйтесь. Дело молодое. Никто вас не собирается обвинять. Просто мне любопытно. Как далеко вы пойдете, я имею в виду, от вашего покойного тести или в его сторону? У вас ко мне недоверие. У меня всегда и ко всем недоверие, тем более обстоятельства таковы. Впрочем, это в наших традициях. Обчистил папашу, женился на дочке, прихватил все наследство в покойную. Неплохая инспекция. На скулах Белого заиграли желаки. За такие речи, Владимир Сергеевич, можно и на дуэль. Глупости. Стреляться с вами я не стану. Возраст не тот и положение. Нет, Олег Владимирович, поверьте, я полностью на вашей стороне. В конце концов, кто-то должен поставить точку, окончательную точку в этом деле. Почему не вы? Такой не худший вариант. Мне неприятна сия тема. Понимаю и более вас не тревожу. Только один вопрос. Полина Кирилловна едет с вами. Белый стушевался. Мы не обсуждали это с нее. Напрасно. Мой вам совет. Забирайте ее с собой. Здесь девушка погибнет. И потом. Если вы сегодня не поступите по закону чести, то завтра сработает волчий закон против вас. Я не готов к супружеству. К тому же, на кого она ставит, Белый растительно развел руками, будто наследство Полины Кирилловны находилось в кабинете полицмейстра. Вот все. Ну, у Кирилла Игнатьевича, конечно, свои люди были. Мне дал договорить советнику фразы полицмейстер. Проверенный. Веру. Митрофан приказчик. Но не советую. Про ныра каких свят не видывал. Если решите забирать ее с собой, скажите, Полина Кирилловна, пусть зайдет ко мне и ей дам дельный совет. Белый слушал отстраненно. Словно все это его не касалось. Вопрос он взял рассеянно, без интонации. Хотите и мичуринское хозяйство подмять? Ну, зачем же так? Мне здесь анархия без надобности. Я уже вам говорил. А при мне и у нее порядок сохранится и в городе. В приказчик возьму своего человека. Отчетность станет, как часы слать. К тому же попрошу наведываться раз в год в наши пенаты, как покойный Кирилл Игнатьевич в Шанхае Харбин. Тогда власть хозяйская ощущаться будет. А капитала я Полине Кирилловне увеличу, может не беспокоиться. Кстати, о Шанхае Харбине тоже забывать не след. Не мое это дело. Вы так говорите, будто мы уже собрались венчаться. А разве нет? Селев удивленно посмотрел на собеседника. Белый поставил бокал на стол. Мне нужно разобраться в одном деле. Я, кстати, хотел бы попрощаться с Анной Алексеевной. Можете посодействовать? — Молодой человек! — бутылка со стуком припечатала к столу. — У вас в жилах кровь или брага? — На что вы рассчитывали, когда привели в номер дочь Мичурина? — Увольте, я посредникам в интимных делах быть не желаю. — Не о дочери губернатора беспокоюсь. — О вас? — Что за ерунду вы вбили себе в голову? — Любовь! Вам чего убиваться-то? Думаете, нужна эта избалованная девчонка? — Я люблю ее! — выдохнул Белый. — Мало ли кого мы любим. Главное, кто любит нас? — Боленская вас не любит. А Полина Кирилловна ради вашего спасения приступила все нормам морали. — Анна Алексеевна на подобный поступок неспособна. — Неспособна! И все. А семья — это, в первую очередь, прикрытие тылов, говоря военной терминологии. — Вот и посудите. Кто из них двоих прикроет ваши тылы? — И после того, что у вас произошло с дочерью Кирилла Игнатьча, идти к дочери губернатора, знаете, как это называется? Белый выдержал взгляд полицмейстра. — Даже если сегодня увезу Полину, долго мы с ней не проживем. — А эта, батенька, жизнь покажет. Сначала увезите, спасите ее от полного бесчестия, а далее и видно будет. Значит, не поможете. — Увольте. Советник резко развернулся и направился к дверям. Некоторое время он стоял в дверном проеме, потом вернулся. — Я телеграфирую из Хабаровска, который найду подводы. — А вот это разговор. — Буду ждать. Олег Владимирович взошел на верхнюю палубу корабля. Матросу же свернули канаты, и судно, громко шлепая лопастями по воде, не торопко отошло от причала. У Белого сжалось сердце от впечатлений, будто это не он уплывает, а город отдаляется от него. Он жаждет остаться, а вот Благовещенск отправляется в дальнее плавание, захотя в свое самое дорогое, что появилось у Белого за последние дни — любовь, дружбу, веру. Михаил сделал поворот, палубу слегка качнуло. Белый схватился за поручни, бросил взгляд вдоль набережной, нашел дом губернатора и заветное окно на втором этаже. Зоя навеска за стеклом опустилась. Неужели Аннушка провожает его? Господи, стоит она там или только показалось, кровь силы ударила в виски. — Есть еще время все изменить, все вернуть, все начать сначала. Взгляд опустился вниз и забегал по воде. До берега недалеко можно добраться в плавь, прийти, объясниться, рассказать, как все произошло. Неужели не поверит, неужели не поймет? Взгляд советника переместился к пристани и тут же зацепился за знакомую фигуру господину Стояну. Молодой человек во фрачной паре с огромным букетом цветов уверенно вышагивал в сторону губернаторского дома. — Свататься? Сердце пронзило боль, словно невидимая рука проткнула его шилом. Неужели дала согласие? — Нет, не может быть, но… — Фрак, цветы… — Тебе плохо, — Полина Кирилловна взлетела по трапу наверх и вцепилась в руку любимого. — Тебя укачало? — Нет, нет. — Все в порядке, — сквозь зубы ответил молодой человек. — Не обращай внимания. — Зачем ты поднялась? — Иди в каюту. Я сейчас. — Хочу с тобой постоять. — Головка девушки склонилась на плечо Белого. — Посмотреть на город. — Когда я его снова увижу, вон смотри, дрожки, Владимир Сергеевич. К пристани впрямь подъехал губернский полицмейстер. Он пристал в коляске, снял с головы котелок и принял самим размахивать. Белый поднял руку в ответ. — Вы с ним договорились? — Равнодушно поинтересовался удивиться Олег Владимирович. — Да. — Полина Кирилловна поняла, что имел в виду Белый. — Все документы мы оформили. — Фабаровский. — Немного задержимся. — Хорошо. — Нужно просмотреть бумаги и проверить лавки и магазины. — Да и венчаться, думаю, следует там же. Будет лучше, если ты вернешься в столицу с женатым человеком. Правда? Оброход плыл все дальше и дальше. — Господи! Руки советника силой жали поручни. — Что я делаю? — Почему стою и ничего не предпринимаю? — Только потому, что увидел Стоянова или Киселева. — Да плевать мне на них! — Почему я словно истукан стою и слушаю о каких-то лавках, магазинах, венчаниях. — Что с тобой, словно издалека? — донесся голос Полины Кирилловны. — Ты побледнел, и губы сжались в тонкую ниточку. Тебе плохо? — Нет. — Я рассказал, — все в порядке. На этот раз Белый не смог сдержать себя, и раздражение явственно прозвучало в его голосе. Девушка вздрогнула. — Прости, но ты слишком торопишь события. Мы не можем обвенчаться в Хабаровске. Как человеку военному мне следует испросить разрешение на браку его сиятельства? — Если дело только в этом, то я не вижу преград. И спросим через Телеграф. — Кстати, нужно было и Владивосток посетить. У отца там три лавки и магазин. — произнесла Полина Кирилловна и тут же добавила. — Но если не хочешь, можем сразу выехать в Петербург. — В крайнем случае, попрошу Владимира Сергеевича подсовить. — Да, еще, думаю, можно купить что-нибудь экзотическое. Все-таки с Востока едем. Нужно же столичную публику удивить. — Как ты думаешь, если мы… — А город уплывал. Вот открылась из-за высоких тополей арка. Сердце кольнуло. Возьми уже работал лют, восстанавливая разрушенный. Белому вспомнился день приезда. — Как давно это было! — проплыл мимо перекресток Большой Театральный. И Чуринскую отсюда рассмотреть не имелось никакой возможности. Однако она была там, в другой реальности. В той реальности, что медленно исчезала вдалеке. Когда судно вышло на стрелку, Белый рассмотрел доки и казармы. Возле доковского причала колхала сельдинга готова принять казаков. Война продолжалась, но он, титулярный советник Олег Владимирович Белый, там уж был лишним. По левому берегу проплыли хутора. Молча, мертвы, страшно. Молодой человек повернулся к Полине Кирилловне. — Ты права. Я плохо себя чувствую. — Спустимся вниз. Полина Кирилловна чмокнула Белого в щеку и резво направилась к трапу. Советник последовал за ней, но неожиданно его остановил возглас. — Простите, вы господин Белый? Олег Владимирович оглянулся. У трапу стоял матрос с пакетом в руке. — Предположим. — А что? — Это вам. Служивый протянул пакет. — От кого? — Не могу знать, ваше благородие. Господин не представился. Однако очень солидный человек. — На берегу передали? — Так точно, ваше благородие. Отходи, Илюш. — Почему сразу не вручили? — Так просили передать, когда пройдем хутора. Вот я и... — Спасибо. Свободен. Белый резким движением разорвал плотную бумагу. В пакете лежало письмо. Олег Владимирович вынул лист и прочитал. — Господин советник, мне было крайне интересно вести с вами эту игру. Признаюсь, некоторые ваши ходы приводили в тупик, особенно ход с купцом Мичурином. Точнее, последствия данного хода, после чего игра понравилась еще больше. Не хотелось вас разочаровывать, но в Хабаровске вы ничего не найдете. В тот момент, когда вы читаете эти строки, под воду уже горят. Не найдете также ни свидетелей, ни документов. Я решил не рисковать и не ждать от вас каких-либо решений. Конечно, мне было бы выгодно, если бы вы приняли нашу сторону, но такого, как я понял, не будет. А по всему мною принято самое разумное в данной ситуации решение отпустить вас. В Хабаровске, впрочем, как на протяжении всего пути, вас никто не побеспокоит. Дружеский совет. Когда прибудете в Петербург, расскажите господину Павлову обо всем, что произошло, в том числе о Кирилле Игнатьиче. Не исключено, что на вас попробует оказать влияние через вашу будущую супругу. Потому лучше всего, чтобы ваше руководство к тому моменту находилось в курсе ваших личных дел. Мне бы крайне не хотелось, чтобы такой соперник, как вы, ушел с поля боя. Надеюсь, наши пути еще пересекутся. И напоследок. Идею с контрабандой придумал вовсе не Кирилл Игнатьич, ее от начала до конца планировал Юрий Валентинович Чендуров, впрочем, сию уже в прошлом, так и не пойманный вами, цирюльник Фуцо Хатори. Олег Владимирович дважды перечитал послание, аккуратно сложил его, спрятал во внутренний карман и вернулся к поручню. Одна из последних фраз скобой зацепилась в мозгу советника. — Нет, господин Хатори, ничего еще не закончено. Подводы в целости и сохранности стоят и ждут своего хозяина, и свидетели есть, и документы. Белый снова достал письмо, развернул и прочитал нужную фразу. — Придумал вовсе не Кирилл Игнатьич. — А вот тут вы, господин цирюльник, и допустили ошибку, — тихонько прошептали губу советника. — Захотели меня уколоть, играя на профессиональных чувствах напрасно. — Такого делать нельзя, можно выдать себя с головой. Только одному человеку я говорил о своей версии событий. Боря никого в это дело не посвящал. — Были мы с ним с глазу на глаз, и не я, он лично следил за тем, чтобы никто нам не мешал. Так что спасибо за письмо, господин Хатори. Мы, действительно, с вами еще встретимся, как и с тем человеком. Руки сложили письмо и аккуратно спрятали его в карман. Война не закончилась. Она перешла в другую стадию. Постскриптум или некоторый опыт эпистолярного жанра Эпиграф. Мир я сравнил бы с шахматной доской. То день, то ночь, а пешки мы с тобой подвигают, притиснут и побили, и в темный ящик сунут на покой, а мархаям рубаят. — Здравствуй, Олежка! Получил твое письмо, в котором ты делаешь ряд замечаний и одновременно задаешь ряд любопытных вопросов. Постараюсь ответить на все, хотя я не знаю, как это у меня получится. Сначала, хотел бы я тебе напомнить, я задумывал не исторический роман, уж тем более не документальную повесть. Потому и решил позволить себе ряд неточностей и отступления от подлинной исторической действительности. Военные действия в 1900 году, связанные с восстанием Ихэтуани, шли несколько суток, как написано в романе, а чуть не месяц. Просто сюжет требовал действий, поэтому я сократил временные рамки. Все остальное — Благовещенск, Сахалян, Марковское — все существовало на самом деле именно на тех местах, где они стоят по сей день. Далее. По поводу Кирилла Игнатьевича Мичурина. Данный персонаж не имеет никакого, подчеркиваю, никакого отношения к торговому дому и я, Чурин и компания. Единственное, что я приписал Мичурину от Чурина — это описание магазина. По поводу образа поручика Рыбкина. Это единственный персонаж, который имел прототип. Я его, если можно так выразиться, срисовал замечательного амурского поэта, казачьего сотника Л.П. Волкова, погибшего 20 июля 1900 года во время взятия Сахаляна русскими войсками. Ему принадлежат выше воспроизведенные строки стихотворений. Кстати, о стихотворениях. Вторая картина открывается замечательным, мой взгляд, строками о двух шахматах королевах. Мне их принесли, когда я работал над книгой. Откуда взяли, никто не помнил. Автора, к сожалению, не указали. Я пытался найти, кому принадлежат эти стихи. Но сразу как-то не получилось, а после решил, пусть читатели и сами, если их заинтересуют, найдут сие творения и познакомятся с настоящей умной и красивой поэзией. И, наконец, отвечаю на твой последний вопрос. Что же дальше, что будет с героями? Не знаю, но уверен, что когда-нибудь пути их обязательно пересекутся. Как где, съем не неведомо. Но то, что они встретятся однозначно. Ведь появились же откуда-то мы с тобой, их потомки. И совсем уж напоследок, финальные строки из поэма Уильяма Джонса Каиса. В шкатулку спрятаны уже войска. И мирно спят герои битв. Пока дружески Станислав Рэм. Конец книги. Декабрь 2013 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Звукорежиссер Людмила Каверзнева.